...каждый ответственный за свою работу. Кто-то поднимает солнце, кто-то помогает расти зерно на полях, кто-то вызывает приливы и отливы, а ещё смертоносные штормы, губящие моряков. У этих персонажей были свои проблемы. Они взаимодействовали не только друг с другом, но и с людьми. И это самое важное. На них можно было повлиять, а значит повлиять на законы природы, что было весьма приятно. Но потом оказалось, что солнце поднимается на рассвете не вслед за несущейся огненной поясницей, а в результате вращения нашей шарообразной планеты вокруг своей оси, а приливы и отливы вызывает Луна, которая движется по небосводу по своей достаточно просто вчисляемой траектории. По мере того, как развивался пытливый человеческий ум, как копились знания, всё меньше места в мире оставалось на долю воздействия высших сил. Теперь же у нас остался главный вопрос. Почему всё возникло? Можно сказать последний, фундаментальный вопрос. Наконец-то ребята физики не могут на что-то ответить, а значит там что-то есть. Так вот, то, что физики не знают чего-то, является для нас лишь причиной ещё немного подождать. Я не утверждаю, что ответ будет найден. Всё-таки мы находимся внутри Вселенной, и в течение её границы пока не можем. Обращаю внимание на слово «пока». Что случилось? Что происходит в нашей повседневной жизни 100 лет назад посчиталось бы просто невозможным. Те приборы и устройства, которые мы используем... А твой друг крыса. Брат-то с ней. Что будет через 10, 20, 30 лет? Просто невозможно просчитать или представить. Какие открытия нас ждут, в том числе открытия по части устройства нашего мира. То, что мы чего-то не знаем, не повод плодить лишние существ...